Николай Скнамури давно хотел снять укороченный сюжет. Режимная зона 50 метров. Кто мне ответит, что такое режимная зона и что такое 50 метров? Сначала давайте посчитаем шагами. Раз, два, три, четыре. Четыре около пяти метров. Итак, еще 45 метров от тротуарной дорожки подлежит сносу. 50 метров это зона для прицельной стрельбы. Тогда вопрос, какого случая здесь на сопряженной территории делает детский садик? Детский сад и режимная зона. Соседствующая стена. Друзья, парадоксы продолжаются. А если пройти чуть подальше, мы увидим, кстати, еще раз привет, мы увидим болотную площадь, так называемую. Кстати, здесь дома, где жил Сергей Меркумьянцев. И здесь находится та самая болотная площадь, которую отвели нашим детям Николаевской на Амуре. Вот прямо напротив вот этого мрачного строения, да? Которое сопряжено с детским садом. Вот здесь проходит Новый год. Здесь располагается зимний городок. Я понимаю, что это не просто так, и это необходимо для дальнейшего развития нашей молодежи. Вопрос, в каком русле хотят ее воспитать и для чего. Тем не менее, Николаевск на Амуре это в первую очередь красивейшие пейзажи. И данный ролик снимается в режиме бесконечной элонгации для YouTube. Поэтому время мы не регламентируем. Всем, кто пришел для просмотра нашего видео с Instagram, Пожелаем здоровья и бодрости. И учитывая момент, на котором мы начали снимать данный ролик о режимной зоне, режимная зона должна быть как минимум продвинуться до улицы Советской. Вот видите, по которой двигаются машины. И здесь, естественно, спилить детский садик по самый центральный вход. То есть, если машина будет ехать здесь, она должна обстреливаться. Потому что 50 метров это зона прицельной стрельбы. Если есть оппоненты, пускай напишут мне в комментариях. Роман Зайцев, живу на ДВ. Николаевск на Амуре. Мой город и его парадоксы. Добра, здоровья, бодрости. Адекватного состояния психики. Роман Зайцев, живу на ДВ.